МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Тимофей Голев. Здравствуйте. Как накажут председатели обслуживающих организаций за снег во дворах, а ещё бизнесменов за сугробы возле своих объектов? Могут ли обычные жители пожаловаться, когда звонится до участкового? Принимайте активное участие в обсуждении темы на сайте rbis.tv.kz с правой стороны в разделе опрос. Наш вопрос, он сегодня звучит вот так. А вы знаете своего участкового? Варианты ответов, да или нет, голосуйте. В конце программы подведём итоги. Как и прежде, можно звонить по номеру 557640, а ещё пишите на WhatsApp 8705-631-85. ответит Голым Саргулов у начальника управления местной полицейской службы Павлодарской области. Голым Дюсинович, здравствуйте. Всё правильно по должности представилось? Всё правильно представил. Так немножко прям задумался, верно ли произношу вашу должность. Рад вас приветствовать сегодня. Ну, понятное дело, весна наступила, там вот потепление, потом морозы, ну, шквал просто невозможно. И сегодня в мобильном приложении, только что в новостях, мы показывали целый ряд роликов, как люди жалуются на снег, на обледенение. А ведь рейды проводят по дворам. Тимофей, рейды, как рейды, как таких целевых рейдов нету, но участковый инспектор полиции на своём веренном участке, он ежедневно обходит свой участок. При выявлении, что не убрали снег, сугробы или наледь, соответственно, он в первую очередь уведомляет владельца, организации или физлицо. Если это двор, то КСК? То КСК. Уведомляет КСК. Если после уведомления меры не приняты, соответственно, привлекает к административной ответственности. А здесь уже идёт статья о нарушении правил благоустройства? Это идёт статья о нарушении благоустройства, статья 505 Кодекса об административных правонарушениях. Ну и хотелось бы знать, какое обзыскание за всё это? Так, за нарушение благоустройства по части 1, 505 первое идёт предупреждение или штраф на физический лист, это 20 МРП, на лиц малого бизнеса 30 МРП, среднего 40 МРП, на крупного 100 МРП. Ага, в случае повторного нарушения, в случае повторного, она в два раза увеличена, соответственно, на физический лист 30 МРП, на малый бизнес 40 МРП, на средний бизнес 50 МРП, и на крупный бизнес уже 300 МРП. В сумме это по деньгам, например, 1 МРП у нас на сегодняшний день составляет 9 717 тенге, если 20 МРП, это будет 58 340, 30 МРП это будет 87 510, соответственно, вот, соответственно, сколько МРП, 2 917, вот это... Ужас просто, суммы-то заобычные. И 300 МРП, это получается, он самый большой, это 875, более 875 тысяч тенге. Но были такие штрафы в этом году? Ну, пока крупных такого нету. А мелкие? Мелкие были. Мелкие были? Да, более 500 тысяч уже наложено штрафов, более 500 тысяч. Приличено по 505 порядка 1069 правонарушений из них, только за снег более 1000, 1020 это приличено за снег. А вот скажите мне, пожалуйста, а почему скользко-то тогда? То есть, если бы население неактивное? Нет, почему? Опять же, вы говорите, он обходит каждый день, ну, прям... У нас Артем Бладов, который в новосях говорил, скользящей походкой. То все мы там ходим во дворах скользящей походкой. В принципе, сейчас вот привлекли вот 5 КСК на сегодняшний день. КСК привлекли. ЖКХ, в принципе, реагирует на них своевременно, вот, на которые мы уведомления даем. Уже несколько с уведомлений ЖКХ давали, они, в принципе, ЖКХ города, Акимата города Полдаря реагируют своевременно. А то, что вы говорите, почему лед, ну, в первую очередь, погода, наверное, скорее всего, не успевает. Скорее всего. Но если не успеют еще после наурыза, то вон те суммы, которые вы называете, они пойдут в действие? В действие пойдут. Если вот они вот первое предупреждение, вот они мы предупреждением сделали, уведомлением дали, если они сейчас через 10 дней это меры никаких не примут, соответственно, будем уже привлекать, и в разы, конечно же, штрафы будут. Ну, вот, рычаги имеются. Рычаги имеются, да. Вы вполне себе имеете право. И по этой статье также Акимат ЖКХ тоже может привлекать. Сами же сотрудники Акимата могут привлекать. Уполномочий орган здесь мы и сотрудники Акимата. Акимат, если это жилой фонд, вероятнее всего отдела ЖКХ. Уважаемые зрители, вопрос сегодняшней программы звучит вот так. А вы знаете своего участкового? И не случайно задаю именно такой вопрос. Голосуйте на сайте erbestv.kz. В конце подведу итоги. А почему? Потому что вот сегодня Голым Дюсенович говорит, что участковые обходят дворы, обходят магазины, смотрят скользко, не скользко. Там летом тоже, да, хватает? Летом тоже. На сегодняшний день сейчас, раз снег везде, в первую очередь у нас работа идет по уборке снега. Вот. И говорит, что к участковому тоже можно обращаться, и он должен принять меры. Вот и спрашиваю, знаете ли вы своего. И опять же, можете приводить примеры, если вам скользко, конкретные адреса, телефоны, пожалуйста, оставляйте, мы с удовольствием зачитаем, выслушаем вас. Вы в целом назвали цифру большее предупреждение, замечание и штрафов на КСК или на объекты бизнеса? На объекты бизнеса и на физлиц, особенно в частности сектора. В основном частности сектора, там мы на физический лиц, соответственно предупреждение и составляет алинициативный протокол. А в основном бизнес. А вот вместе с той же жилищной инспекцией, с какими-то другими организациями, выезжаете или вам это не... Нет, почему? Совместно выезжают. Даже с самими КСК участковые заинтересованы, и представители КСК выходят с такими предложениями, выходят с участковыми и отрабатывают такие моменты. По правилам благоустройства, в пределах в радиусе 5 метров прилегающей территории, соответственно, та организация должна следить и выбирать. То есть, если, к примеру, это подъезд, от подъезда мы 5 метров отсчитываем, ну, радиус мы тоже понимаем, там должно быть идеально всё. Ну, и я, опять же, хочу зрителям сказать, что никто не отменял телефон 109, он пока ещё работает, это горячая линия города Павудара, туда тоже можно адресовать свои жалобы. Вот, смотрите, ну, нарушение благоустройства, это ведь не только осенью, листва, зимой, снег, лёд, а, к примеру, домашние животные, никто их никогда не... Они не подвластны времени года, и гулять с ними нужно. Здесь как дела обстоят? Ведь вы тоже даже за отсутствие намордника можете отшлифовать? Да, по домашним животным есть, соответственно, правила выгла собаки-кошек, есть за это ответственность в случае нарушения, это статья 408, там тоже идёт, или предупреждение первый раз, и штраф 3 МРП. 3 МРП, это 2,917, умножаете на 3, и получается 80,551. Ну, тоже, знаете, корм проще купить, да, на эти деньги, чем отдать. Лучше надеть намордник. Собак можно выгуливать, нужно выгуливать по правилам, это, соответственно, намордники, и на поводке поводок не должен превышать полтора метра. На карлик собака это не распространяется, намордники. А вот сейчас модно, кстати, заводить, любят вот люди, животных, да, безумие, да, и вот полгорода смотришь, ну, прям вот такие вот, вроде бы и собака, и не собака. То есть зрителей мы сейчас успокаиваем. Если у вас карликовая собака, то... Намордники не нужны. То намордники не нужны. Пусть гуляют. Опасность не предоставляет, да? Хотя гуляют ведь они больше, чем по большому за счёту, чем вот эти большие, которые... Тут тоже так же участковые по ним работают. Тоже 1048 правонарушения с начала года выявлено уже. Ого! Ну, еженевно выявляются, еженевно люди обращаются, жалуются, что выгуливают собак. В основном, по обращениям граждан, в основном. А не было случаев, вот он отрабатывает участковые, а это же собака без намордника? Слава богу, не было. Слава богу, такого нет. Вы поняли, да, к чему я там видел? Слава богу, такого не было. Такого нет. Как и что объясняют люди? Вот они же прекрасно понимают, что если это овчарка, то она может укусить и нужно надевать намордник. Какие объяснения? Ну, я... Объяснения всякие. Жалеют собак, к примеру. Хотят, чтобы погуляла собака. Хотим тоже... Некто даже возмущается. Давайте на вас намордник наденем, на сотрудника. Ну, бывают моменты такие, конечно. Ну, правила из правила, от них никуда уже не денешься. Ну, да. И потом ведь, опять же, самая популярная фраза, которую вы, уважаемые зрители, произносите в нашем мобильном приложении. Здесь же гуляют дети. Вот я повторюсь, да, что... Ну, ведь... Цель и безопасность самих граждан, цель и безопасность детей. Вы правильно заметили, да? А ведь, ну, откровенно говоря, собака – это не бабушка, не дедушка, да, чтобы вывезти, подышать свежим воздухом. Выводим там мы своих животных для того, чтобы они исправили нужду. Дома они же туалетом не пользуются. А здесь как? Тоже так же, так же и по правилам должны носить с собой там корзинку, или как правильно сказать, чтобы за собой убирал вот эти все отходы после собак, после выгула собак. Скажите, привыкают ли люди, вот эти правила именно я сам в свое время был немножко удивлен, но нам сложно все-таки понять, там, такие европейские страны, где это обычное явление, да, они еще и не брезгливые совершенно, эти люди, им там и совок не нужен. А привыкают, нет ли? Да, конечно, привыкают люди. У нас все равно поудали, поудали. Вы видели в вашу участковую куда-то, чтобы кто-то ходил с... Сам лично видел, сколько раз что ходят, за своим питомцем убирают. Ну, я думаю, раз питомцы одержат, думаю, не должны брезговать и, ну, как наши младшие братья говорят, поэтому... Это делать обязаны. То есть, если вдруг человек вышел с собакой погулять, надел намордник, как вы назвали это? Поводок. Поводок, да, который не больше двух метров, но идет ваш участковый, и на тебе случилось. Ну, вроде бы вот он, ну, вот все. Ну, есть миссажи для выгула собак, есть, соответственно, знаки, что выгула собак нет. То предупреждение однознарь, а как второй раз уследить, что он сделал второй раз? Ну, почему? Когда, если он второй раз, если второй раз, он в поле зрения попадется, то есть у нас в базе это все есть, все это отмечается. Провлекался он первый раз. А должен ли человек, вот задержали, к примеру, человека и сказали, вот он просто идет мирно, вот давайте представим я, к примеру, да, мне говорят, предъявите документы, вот просто-за просто так, должен ли я рыться в сумке и искать удостоверение? Ну, раз сотрудник полиции согласно законобородному судил, имеет право потребовать документы удостоверяющие личности. По какому поводу он может попросить? Ну, у нас бывают всякие спецмальные мероприятия, бывают, работают по розыску лиц, бывают оперативные политические мероприятия, я повторюсь еще раз, вот на сегодняшний день, справа порядок сегодня, последний день. В этих случаях мы всегда проверяем, в принципе, если документ не тут заслечит, в принципе, мы сейчас проверяем быстро это. У нас в каждом опорном пункте, у участкового, у патрульного полицейской имеются планшеты, в принципе, по планшету, по фамилии, там фотографии все уходит, мы выясняем личность быстро. Ну, чаще что, вот идет у вас, ладно, ОПМ, это как бы вот такая акция, что ли, скажем, рейдовая, а в целом может остановить, если вдруг показался похожим на кого-то? Конечно, может. Это все законно. Вот он трезвый, да, к примеру, никакой окурок там, к примеру, не выкинул, собака у него, нет ее. Для этого есть закон оборудованных дел, соответственно, закон новый, сотрудник вправе доставлять их в лечебные организации, в опорные пункты, в отделы полиции для выяснения. А вот, ну, нет документа. Ну, если он фамилию говорит, я вам еще раз повторюсь, у каждого сотрудника, у нас сейчас все оснащены, 100% у нас участковые патрульные полиции, все оснащены планшетами. Планшеты у нас все базы, если он гражданин Казахстана, соответственно, то гражданин Казахстана, у нас там в базе он есть, его фото, данные, все есть. То есть мои данные тоже у вас есть? А это не слишком мне, это же личные данные? Нет, нет, это у каждого сотрудника свой ключ, он за это ответственный. Мы все носим вагоны, у всех подписаны, они разрушены служебной тайной, поэтому, соответственно... Ну, в базе данных, да, понятное дело, мы все там хранимся, да? И что он там может на человека? То есть... Транспортное средство, оружие. Привлекался или нет? Привлекался, судимый-несудимый, выезжал, пользовался транспортным, ну, железнодорожным этим транспортом. Все эти данные у нас есть. Все понятно. А вот... А ведется ли видеофиксация какая-то во время беседы, допустим, полицейского с жителями? У нас сотрудники патрульной полиции, участковые и инспектора ювенальной полиции, УДН, как мы говорим, по делам Шашелетика, все оснащены носимыми видеорегистраторами. Нам, сотрудникам, запрещено выходить на службу без видеорегистратора. Если бывают такие моменты, что, ну, неисправная техника, что они с напарником, у напарника, в любом случае, у экипажа у одного обязательно видеорегистратор есть. И где он там у вас? Он крепится здесь, есть правила на груди, с левой стороны. И все это, то есть, можно пересмотреть? Все это можно пересмотреть. Если бы, к примеру, показалось человеку, что с ним некорректно... Да, это, в первую очередь, защита самого сотрудника, защита, что он не нарушает права граждан, в первую очередь, и, соответственно, исключение коррупционных моментов. Как часто пригождается вот это видео? Не понял. Как часто это видео полезным оказывается? Были такие случаи? На каждый день. Практически каждый день. Конфликты интересов возникают? Конфликты. Во все время. У меня там что-то грубое, а он говорит... Да, столько конфликтов, моментов было. Соответственно, мы, если даже жалоб поступает, если доказать вину сотрудника или если он не виноват, то мы, соответственно, эти сети изучаем. Там у нас есть сроки хранения по всем видеорегистраторам, по уголовным делам 5 лет, по административным делам год. Они хранятся. Все здесь понятно. Вопрос эфира-то сегодня звучит. А вы знаете своего участкового? Пожалуйста, голосуйте на сайте rbistv.kz. Итоги подведем. Вашего голосования в конце программы. Как узнать, кто мой участковый? Вот, пожалуйста, вам вопрос. Вопрос такой. Вопрос очень хороший. На сегодняшний день мы, вся полиция, республика Казахстан переходит на сервисную модель. Он должен быть в шаговой доступности с населением. У нас участкового инспектора, за каждым участком закреплено один участок. Соответственно, он обходит по квартире на обход. Конечно, всех 100% обойти не может, но в любом случае он обходит. Ну, кого не смог обойти, в каждом подъезде у нас висят фото участкового, данные его, телефон его, адрес опорного пункта, где находится. Вот это все наши участковые. Даже я видел, да, даже в магазинах. И в целях шагов доступных, говорю, у нас даже требования к сотрудникам такое, они должны все контактировать во всех домах есть старшие подъезды, старшие домов, соответственно, КСК. Наши участковые во всех этих группах состоят. Ватсап группы, да. Мы прямо требуем. В принципе, они со всеми старшим домов, старшие подъезды, КСК, все взаимодействуют. И у них они во всех... А у нас в многих домах есть группы Ватсап? Во всех домах, практически. В моем нету. Может, вы не соприкасались, вы поинтересовались. Да, должен быть. Нет, там совершенно делать нечего, по-моему. А что они там обсуждают? Зачем они? Сосед же не родственник. Ну, проблем много у населения. Они между собой что-то там, да? Они, например, старших, да, субботник организуют. Вот я в доме живу, у меня я тоже в Ватсап группе стою. Да вы что? И нормально, интересно? И нормально, интересно. А сколько у вас, вот интересно мне, сегодня у нас в студии сидит начальник управления местной полицейской службы Павлодарской области. Сколько у вас групп вообще? Вот Ватсап, кроме вот полицейских. У меня у самого? Ну да. Ой, у меня групп вообще очень много. И вот хватает вам вот на эту домашнюю? Приходится. Приходится. Ну, это обычно вечером, когда уже домой приходишь, начинаешь анализировать свой рабочий день и, соответственно, смотришь. В общем, да, цифровизация полная. Я вот, к примеру, не могу дождаться, когда наконец-то, значит, кто-то с каникулы и хотя бы несколько школьных групп уснут на какой-то определенный период. Их тоже много, я живу в районе радиозавода. Понятно. Иногда, знаете, так напишут, что лучше прочитать сначала самому проезд В, дом 32. Два дня назад у нас по улице убрали снег. Спасибо. Комхоз М чего-то там. Что дальше? Но сосед опять со своего двора на дорогу вынес снег. Со своего двора и вот в такой гололед опять пешеходу негде пройти. На замечание расчистит дорогу, он никак не реагирует. Я не знаю, куда обращаться. И своего участкового тоже не знаю. Батима даутовна говорит. Ну, вот по этому адресу сейчас я у вас перепишу этот адрес. Соответственно, я в мере приму. Завтра же дадим поручение. Не должен так сосед делать. Не должен так сосед делать. Ну, сосед, если вдруг... Правда, я прочёл. Батима уж не обижайтесь. Вы сами представились. Собаку... Ну, видимо, застрелят, хотят сказать, во дворе. Это правильно? Которые привязаны. Напишите, пожалуйста, пример, чтобы мы могли его разобрать. Были такие случаи в Павдаре, чтобы застрелили привязанную собаку? Нет. Известно ли вам? Если есть пример, пожалуйста, объясните, чтобы вы поняли, о чём речь. Ну, здесь вот, ещё раз повторюсь, радиозавод, проезд, В-дом-32. Вот всё прямо. Напишу я. Бедительный человек прямо. Ещё сможешь посмотреть? Конечно. Радиозавод, проезд, В-дом-32. Сейчас уже все зрители захотели туда приехать и посмотреть. Снег почистили благодаря от Горкомхоза. И вот на тебе. Всё понятно. А вот скажите, в подъезде обратил внимание портрет участкового, контактные номера и мобильный указан. Чей это? Участкового. Это нормальная практика? Это нормальная практика. Личный телефон. Нормальная практика. Нормальная практика. Если вдруг мне приспичат позвонить, я могу позвонить и позвоню, дозвонюсь именно своему. Именно участковому, да. Если участкового не можно найти, в принципе, есть 102. Его найдут. Его найдут. Всё понятно. Звоночек, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Алло. Алло, пожалуйста, вы в прямом эфире, говорите. Угу. Звонка уже нет. А вот праздники наступают. Да, карантин. Да, участковые... Вы меня, извините, участковый, санитарный врач уже сделал обращение. Пожалуйста, по максимуму проведите домом. Одно это для того, чтобы не было распространения коронавируса. Но мы с вами прекрасно знаем, что наурыцы – это то же самое, примерно, что мы переживаем в новогодние праздники, да. Люди, тем более мы привыкли и ходить в гости, уж не удержим, вероятнее всего. Какие-то возлияния будут. Как готовитесь к масштабным, большим, пятидневным выходным? Ну, в эти пятидневные праздники весь департамент полиции Павловской области уже завтрашний день переведен на усиленный вариант несуществительной службы. Соответственно, увеличатся патрули, увеличатся наряды. Во всех массовых местах, где массово скопление людей, везде у нас патрули будут работать. В пешем порядке и автопатрули полностью мы усиливаемся. Полностью пять дней усиления у нас. Весь состав департамента, чтобы народ, население наше спало спокойно, весь департамент полиции будет работать. Но вот каждый год эти праздники и большие, эти выходные, как обычно заканчивается увеличение вызова? Нет, вызова, конечно, увеличатся. Ну, таких чашких, таких ничего нет. Это редкий случай. В основном вызова увеличатся. Дома сидят, соответственно, конечно, распивают спиртные напитки, и, соответственно, вызова бывают такие. Ну, и раздражают, может быть, еще соседей, да? Да, да. А вот, к примеру, там же ведь у вас еще время тишины, вот это вот, да, присутствует. Вот и скольки, предупредить, скольки можно корольки копить? Да, с 22-х ноль уже нельзя. Если вдруг какая-нибудь соседка, которая состоит, старшая по дому, в группе, да, или вот с радио завода... Соответственно, если нарушение тишины есть, соответственно, пишет участковому или вызывает 102, наш патруль буквально приезжает в течение пяти минут, и это отрабатывается. Да, отрабатывается. За нарушение тишины элементарно вот идет застолье, правда, решили вспеть, да, к примеру. Ну, и кому-то это не нравится, ну, бывает такое. Вызвали участкового, его действия приехал и... Соответственно, это фиксирует, опрашивает заявителя, если подтверждает факт нарушения. Предупреждает, что больше вы мирно с соседом жить не будете, да? Нет, соответственно, раз есть за это ответственность, привлекает к ответственности. То есть здесь уже нет предупреждения? Нет, предупреждения. Факт уже, насколько можно, в какую копеечку влететь за нарушение тишины? 5 МРП. Это? Это 2,917, соответственно, мы уже на 5. Сейчас посчитать. Посчитайте, уважаемые зрители, лучше все-таки. Петь днем, да, в конце концов. Там же спокойно, да, днем, без ограничений. А утром со скольки буянить можно? Буянить нельзя, соответственно. Нет, к примеру, я вчера праздновал наурысы, у меня, или любой другой праздник, у меня нечаянно упала картина, и мне нужно ее срочно... Выходные из 9, рабочие из 7 утра. Уже можно какую-то активную деятельность вести. Будьте добры, пожалуйста, мы будем подводить итоги. Вопрос сегодняшнего вечера звучал. Так вы знаете своего участкового, да или нет, хотелось бы увидеть результаты. Будьте добры, еще раз, пожалуйста. Вы знаете, вот сейчас канат мы можем вывести на экран. Впервые за все время нашего проекта вот такая статистика, когда нет альтернативы 100%. Нет, но давайте не будем с вами печалиться. Спасибо большое за картинку. Сегодня голосование, которое мы объявляем в начале программы, оно проходит исключительно среди тех зрителей, которые сегодня участвовали в нашей программе. Вот так вот получилось, что, ну, не знают. Еще раз закрепляем. Обратите внимание на афишу в вашем подъезде. Да. Я лично это видел. А кто, кстати, их развешивает? Сами участковые развешивают. Сами участковые. Вот таким образом. Ну и наш гость Галам Десченович сегодня посоветовал, если вы, допустим, не знаете, то 102 там не откажут? Не откажут. Скажут? Да. И есть еще очень хорошая возможность, если... А если нет в подъезде, то можно... Звонок судьба. Обязаны повесить эту информационную доску? Мы... Это наши требования. Это ваши. Наши требования. То тогда человек, житель имеет право попросить, чтобы она находилась там. Да, находилась. Находилась. Потому что на этих информационных досках тот номер телефона, который мобильный меня привлек, привлек мое внимание, оказывается, это их личный номер телефона. И поэтому, ну что ж, чтобы не сохранить на всякий случай, да, в записной книжке. Галам Десченович, спасибо вам большое. Я все-таки тоже надеюсь, что праздничные большие выходные пройдут спокойно и подпитываясь той информацией, что в прошлые годы так оно и было, чтобы у вас тоже какое-то время осталось для спокойствия, тишины и побыть с семьей. Спасибо. Здорово, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Ваше мнение важно навсегда принимать активное участие в обсуждении всех тем на сайте rbistv.kz. На сегодня все. С вами был Тимофей Голев. Доброй вам ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова